Дорогие друзья, мы продолжаем серию виртуальных экскурсий. Напоминаю, что мы находимся в квартире Владимира Ивановича, где всё подлинное. Но вот этого плаката при жизни Владимира Ивановича, конечно, не было. Это его семья, сейчас я вам о ней расскажу. Сам Владимир Иванович и его родители. Папа был военный, служил в Грузии, селении Азургети. И познакомился там с Александрой Каспаровной Ягубян. То есть мама у Владимира Ивановича была армянкой. Была совсем юной. Ей было всего 15 лет, когда она вышла замуж. На свет появилось четверо детей. Все дети талантливые. Старший Василий, писатель, билетрист, много путешествовал. Его называли русским Дюма. Он написал 250 произведений. 60 томов было издано при жизни. Но революцию он не принял. И в 22-м году на философском пароходе отчалил. И осел, доживал свои дни в Чехии, в Праге. Был там очень уважаем и почитаем. Он возглавлял русское литературное общество, был масоном. Когда он скончался, в стране были приспущены флаги. То есть это траур в стране был. Вот так его там уважали. Иван и Варвара стали актерами. Варвара в театре Корша служила. Иван был провинциальным актером в Тобольске. Но, к сожалению, они не прожили долгую жизнь. Чахотка тогда всех косила. И они умерли достаточно молодыми. А это супруга Владимира Ивановича Екатерина Николаевна, урожденная баронесса Корф. Они прожили в браке 52 года в любви и согласии. Так вот, познакомились родители, появились на свет дети. И папа, заканчивая службу, переезжает в Черниговскую губернию к себе на родину, где было у него имение. Но вскоре случается несчастье. Мылись в бане. Отец, младший брат и мальчик, подросток. И пошел угарный газ. Они угорели. Детей откачали, а отец погиб. И мама остается одна с маленькими четырьмя детьми. Возвращается к себе на родину. Живут они в Тифлисте. Живут очень скромно. Но мама очень любит театр. А женщинам ходить в театр одной? Женщине ходить неприлично. И Володя, как мужчина, хотя он совсем ребенок, сопровождает во всех ее походах театрально. И очень увлекается театром. Свой первый театр он придумал в девять лет. На широком подоконнике он разыгрывал все эти спектакли. Вырезал из карт фигурки всех персонажей. И вначале, минимум, разыгрывал те спектакли, которые видел с мамой. А потом, в пятом классе, начинает придумывать, сочинять свои первые пьесы. Учитель словесности попросил его показать его работы. И что-то ему там очень не понравилось. Он запретил ему этим заниматься. Хорошо, что не перестал. А все-таки продолжил, не послушался. Свои первые деньги Владимир Иванович начинает зарабатывать с 13 лет. Он занимается репетиторством у более младших школьников. Даже его приглашают преподавать в младших классах гимназии. Потому что учился Владимир Иванович всегда только на отлично. И вот после окончания гимназии едет он в Москву и поступает в университет на физико-математический факультет. Казалось бы, почему? Писал пьесы, сочинял. И вдруг физика с математикой. А почему так он сделал? Да потому что там платили стипендии. Ему просто не на что было бы жить. В Москве снимал он самые скромные углы. И был завсегдатым малого театра, галерки. И уже тогда игра актеров ему не нравилась. Потому что это были штампы. Это было все наиграно. Он начинает понимать, что театр должен быть каким-то совсем другим.